всем привет дорогие друзья сегодня у нас пятница какое число не помню напишу в комментариях точнее в описании к этому видео а хочу вам показать погоду которая у нас стоит сегодня утром было очень жарко а сейчас скорее всего начнется дождь и таким образом хочу ответить опять на ваш вопрос какая погода в алании в октябре месяце может быть солнце может быть ветер может быть тепло может быть холодно когда солнце заходит уже становится прохладненько а в принципе днем еще до 30 градусов температура поднимается море тоже теплая ну конечно же вечерком вечерком прохладненько но всем все равно я сожму на расплавные реала мэри алании по изучению иностранных языков расскажу вам про них чуть позже а сейчас походу дел у нас начинается очень сильный шторм но я думаю что дождь пройдет вечером а завтра утром опять будет яркое красивое голубое небо как было и сегодня поэтому несмотря на то что началась осень у нас вот такая вот у нас сейчас погода пасмурно есть достаточно сильные порывы ветра но я вам сейчас покажу еще здесь кстати начали продавать на пятничном рынке какие-то кальяны покажу вам цены быстренько мы с вами пробежимся по рынку покажу вам цены на фрукты и овощи здесь продают различные сладости орехи цены на орехи 60 90 75 фисташки 75 лир килограмм различные сухофрукты инжир и так далее здесь бабулечки со своих огородов привозят петрушку укроп рокколу и так далее и продают также на рынке народ сейчас быстро суетиться чтобы побыстрее домой уйти и не попасть под дождь но очень-очень много сегодня здесь народу конечно с этой стороны у нас продаются оливки и сыр и цены на сыр и вот покажу вам на некоторые 18 16 20 лет цены на оливки на разные тоже 18 25 есть мелкие есть крупные любые какие хотели здесь также сыр и по 25 лет по 22 по 19 16 лет различные оливки есть яйца домашние одна штука лира 25 лира в этой стороне различные сухофрукты в общем ничего интересного сейчас у нас начался сезон гранатов вот такие вот вкусные красивые гранаты по 3 лиры лимоны тоже по 3 лиры скоро пойдут апельсины мандаринчики по 2 лиры цены на огурцы тоже упали огурцы по полторы лиры помидоры четыре с половиной лиры можно купить чеснок чеснок дорогой 15 лет 15 лет килограмм перец зеленый красный тоже по 5 лет также можно купить оливки кто хочет купить оливки и засолить самим можно купить оливки по 8 лишь за килограмм яблоки по 2 лиры по 250 мы вчера покупали очень хорошие по 3 лиры и вот такие вот огромные яблоки посмотрите они прям с мою руку огроменные крутые яблоки по по 3 стали друзья многие из нас знают у нас есть группа в фейсбуке вконтакте и так далее я не успеваю вести все группы а виду активно только группу в фейсбуке поэтому если вы хотите видеть какие-то маленькие видео фотографии информацию о различных событиях заходите в группу на фейсбуке ссылка есть в описании там я опубликую все самое актуальное а вконтакте и других сок сетях типа инстаграма я не успеваю поэтому самое актуальное у нас только на ютюбе и вконтакте не вконтакте на ютюбе и в фейсбуке поэтому заходите туда подписывайтесь но я продолжу показывать вам цены на фрукты и короче и по две с половиной лиры килограмм есть по 2 лиры и крупный лук стоит у нас две с половиной лиры килограмм морковь также по 2 лиры продают здесь вот такие вот красивые гранаты точнее из них что делают сок и продают готовый земляной орех не готовы точнее его нужно еще жарить по 6 лет и клубника по 8 лир но она уже такая мелкая и не очень не очень хорошая очень много народу и начинается дождь на меня уже начинает копать зелень по 3 лиры по 2 лиры маленькие пучки по полторы лиры слива 5 лир 3 лиры мы покупали по 3 лиры была очень вот такой вот обзор рынка у нас с вами получился быстренький ну и начинается дождь на меня уже капает поэтому срочно срочно надо ехать домой я уже пришла в офис и сверху хочу вам показать что тут происходит поскольку начинается дождь посмотрите какое небо поскольку начинается дождь продавцы также как и покупатели в спешке начинают все распродавать покупатели быстренько продавать и уходить с рынка дождь уже потихонечку накрапывает сейчас тоже уже уедем поэтому друзья когда вы спрашиваете какая погода волонья погода волонья с октября месяца середины октября не при этом когда вы приезжаете волонью в октябре в ноябре будьте готовы к тому что может быть солнечно может быть пасмурно может быть вечно может быть дождливо но конечно же не так как зимой или до зимой например в январе феврале на ходе около нашего офиса по пятницам вот такая вот огромная стоянка мопедов сейчас народ уже конечно разъезжается но здесь утром было не пройти не проехать и пока я жду айхана покажу вам еще раз здесь продают различные принадлежности для пахарей я знаю вы посмеетесь над этой фразой но как еще назвать для возделывания земли видите все скоро будет здесь летать скоро начнется дождь чувствуется прям такая предгрозовая погода но продавцы некоторые сидят и даже ухом не ведут что скоро начнется дождь но многие конечно же уже собрали свои вещи даже огурцы продают по одной вере чтобы продать скорее дождик тихонько начинает капать посмотрим что нас ждет а вот так вот в алании убирают мусор ребята на машине каждый вечер вручную вот так вот его выкидывают очень тяжелая конечно работа у них ну что дорогие друзья спустя три часа мы гуляем по набережной как вы видите никакого дождя нет дождь был буквально там пока пол пять минут хотя собирались такие тучи всем казалось что будет очень сильный дождь но дождя совсем не было и мы сейчас гуляем по набережной поэтому как я вам говорила здравствуйте а вот наши подписчики гуляем по набережной с мамой мы встретили наталью алексея из города кирова всем привет рассказывайте как вам рассказывайте как вам алания в октябре все хотят знать купаетесь по балла не октябре изумительный лучшим кто чуть постарше это изумительное место просто вода теплая воздух тоже отличный то есть не жарко все прекрасно будет обрежать им в какой стороне живете мы живем в конаклы а вообще в конаклы да 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 мы уже служим сюда в турцию 9 9 раз приезжая а в алании уже 22 раз нам просто этот город нравится без ума мы просто любим этот город но вы уже как местные значит вы все знаете и сами можете и смотрите анастасии канал нам очень нравится спасибо поэтому друзья если вы нас видите на улицах обязательно подходите потому что мы всегда как я уже говорил мы всегда хотим знать кто наши подписчики вот так вот в живой общаться потому что когда например я делаю видео я понимаю что я делаю не просто для вот каких-то да и когда есть например вот вы да то есть лица вот так вот проходит и я понимаю что это живые люди которые смотрят приезжают ваше видео все смотрят все абсолютно каждое ждем нам очень нравится снимайте больше будем стараться но с работой не получается у вас работа такая видели поэтому друзья приезжайте в аланию в октябре ниже не пожалеете да вам думаю очень понравится мы прогуливаемся по набережной вот так вот красиво освещается крепость кстати если вы не были в крепости алании ночью считай вы не видели всю красоту алании поэтому когда вы в алании обязательно посещайте крепость и днем и обязательно поднимайтесь туда ночью потому что ночью тоже открывается очень красивые виды но и гуляя по набережной мы постепенно приближаемся к красной башне вот такие здесь прогулочные яхты на которых можно прокатиться в тур или просто погулять покушать кукурузу например купить вот в таком вот такого уличного торговца три с половиной лиры или просто прогуляться вечерком вот такие вот маленькие машинки ездят на набережной и собирают мусор а сейчас мы уже пришли к красной башне символ алании и конечно же к судоверфи вот такой вот вид открывается на судоверфи ночью очень здесь красиво и знаете что я хочу я хочу как-нибудь ночью с этого пляжа сплавать к судоверфи мне кажется это будет классно но мама сказала что не надо этого сделать но мне кажется это не опасно видите там светло хорошо как вы думаете стоит мне это делать или нет сплавать ночью от пляжа до судоверфи вам как ты думаешь поплывем с пляжа смотри напишите в комментариях хотите ли вы чтобы мы сплавали ночью от пляжа до судоверфи и обратно если наберется много комментариев у нас я поплыву да что да я и без комментариев плыву с тобой ночью как-то не очень да что не у нас думаешь но тебе кажется там темно смотри там столько ламп ты боишься что тебя за ногу кто-нибудь хватит там море а так у нас есть эти самые круги пенки и чё бублики ну пенки да зачем мне пенки я могу так так мы вместе поплывем рядом темно ты на пенку наденешь я пенку надену и потихонечку доплывем так смысл и возьмем факел альти по олимпийски короче друзья пишите в комментариях мы обязательно это сделаем и вот такая вот панорама открывается на набережного не с верхней набережной здесь очень такие красивые виды открываются вечером гулять можно смотреть но я говорила что на этой площади обычно проходят всякие разные интересные события поэтому друзья кто еще не подписан на нашу группу в фейсбуке подписывайтесь там я выкладываю всю самую свежую информацию только в группе фейсбуке вот такой вот интересный день у нас получился дождя мы не увидели гром молнии были но очень мало в общем в Аланье тепло хорошо я думаю что завтра будет солнечно поэтому приезжайте в Аланье отдыхайте кушайте вкусные фрукты и овощи в общем что ты посоветуешь приезжайте в октябре тепло вода теплая все хорошо поезжайте отдыхайте нет сегодня не ходили вчера вода ой дождь повешен а сегодня пасмурно да поэтому добро пожаловать в Аланье а на сегодня мы с вами прощаемся всем всего хорошего пока пока